Собственный ресторан, кухня, лаборатория и фуршетная зона появились внутри учебного корпуса Института гастрономии. Учебное заведение основали в январе 2019 года. Оно стало первым в России и седьмым в мире представительством легендарного французского вуза Поля Бакюза. На открытие побывала Галина Сергеенко. Новый корпус находится возле основных корпусов СФУ на свободном. В нем есть аудитория, учебные кухни и даже свой ресторан. Студенты со всей России приехали на обучение. Все они хорошо владеют английским и полностью отдаются учебе. Это означает, что ребята знают, зачем они здесь. Например, Анастасия признается, перерыв в учебе на пять месяцев дался тяжело. Сейчас она рада снова приступить к занятиям и уже делает крем для десерта из чуремухи. Именно это блюдо готовлю первый раз. Я еще не совсем знаю, как его готовить и не совсем представляю, как будет выглядеть конечный результат. Но исходя из учебной практики, мы делали много разных десертов. Было очень, конечно, интересно и вкусно. Каждый из студентов получает задание. Они не знают, какое блюдо предстоит приготовить. Сначала нарезают овощи и мясо, затем собирают в единое целое. Преподаватель говорит, это специальная методика обучения, чтобы набивалось рукам. Ребята работают на современном оборудовании, ребята готовят по современным тенденциям крутые, интересные блюда. Постоянно развиваются и мы их развиваем, и дальше больше. Ну а здесь вечером пройдет банкет. Сервировкой столов занимаются не студенты, а специально обученный персонал. Они раскладывают салфетки, натирают посуду. В общем, делают все то, чтобы гости остались довольны. Командная работа. Студенты оттачивают навыки на заказных банкетах, фуршетах. Лекционных занятий мало, в основном практика. Шефы с многолетним опытом будут приезжать и обучать ребят. Также, начиная со второго курса, начнется практика за рубежом. Я уверен, что открытие в Сибирском федеральном университете, именно такого необычного института, послужит, собственно говоря, как развитие, так скажем, кухни в Сибири, в стране в целом. Бюджетных мест нет, но есть образовательный кредит. Студент платит только треть суммы за весь период обучения. Остальное финансирует государство. Позже, когда он уже отучился и начал работать, должен отдать эти две трети обратно в государственную казну. Это значит, что сейчас студенты могут не зависеть от родителей. Еще есть гранты на бесплатное обучение. Их можно получить за хорошую успеваемость и активную деятельность в жизни института. Студент на выходе получает два диплома. Диплом Сибирского федерального университета и диплом Института Польба Кьюз Франция. Они изучают два языка. С этим дипломом они могут работать в любой точке мира. О том, как нравится учеба будущим шеф-поварам, говорит тот факт, что за весь год ни одного прогула у студентов не было. Галина Сергеенко, Станислав Смирнов, 7 канал.